Итоги работы администрации главы Армавира 18 февраля обсудили на заседании Городской думы. Андрей Харченко представил доклад о достижениях, целях и проблемах, которые повлияли на жизнь Армавира в прошлом году. Ключевой темой стала борьба с пандемией коронавируса. Я хочу поблагодарить армавирцев за выдержку. Я понимаю, что всем сложно в таких условиях самоизоляция во время карантина, приостановка деятельности предприятий, частного бизнеса, ограничение передвижения по городу и краю, масочный режим. Все это, конечно, сильно усложнило нашу жизнь. Но эти ограничения были жизненно необходимы, чтобы не допустить массовой эпидемии коронавируса. Первый раунд борьбы с коронавирусом в Краснодарский край выдержал с достоинством, не допустив массового распространения инфекции. 13 марта 2020 года в крае был введен режим повышенной готовности, который действует до сих пор, но в более мягком формате, чем в первой неделе. Благодаря ему удалось сдержать стремительное распространение вируса, но в то же время пострадала экономика. Поэтому государство выделило средства на меры поддержки для пострадавших предприятий. Четыре армавирусских предприятия получили субсидии на общую сумму более 16 миллионов рублей. Пять предприятий получили льготные займы по линии фонда развития промышленности Краснодарского края на общую сумму более 114 миллионов рублей. 80 субъектов малого и среднего бизнеса армавира получили в 2020 году поддержку через фонд развития бизнеса на общую сумму 158 миллионов рублей. 330 хозяйствующих субъектов получили льготные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам. Пандемия не помешала армавиру участвовать в национальных проектах. В 2020 году общая сумма финансирования составила 1 миллиард рублей. Это строительство школы в северном микрорайоне, реконструкция парка, городская роща, водопроводов, поселок Заветный. В будущем армавир планируют запустить проекты, разработанные во время обучения главы и его команды в Московской школе управления «Сколково». В числе строительство, реконструкция и техническое перевооружение в Московской ТЭЦ, организация в городе современной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, развитие современной транспортной инфраструктуры и транспортного комплекса, в том числе оптимизация маршрутной сети, строительство образовательных организаций на принципах государственного частного партнерства, модернизация коммунальной системы, реализация проектов так называемой «Зелёные энергетики» и другие проекты. Несмотря на пандемию, в Армавире выросли поступления в городской бюджет. Это налоги на доходы и имущества физических лиц, налог на прибыль организации, а также доходы от продажи и аренды земельных участков и реализации имущества. Благодаря этому город передал в краевой бюджет более 4 миллиардов рублей. Мы увидели, что экономика восстанавливается, восстанавливается поступление доходов в бюджет. И вот здесь я бы хотел отметить, это очень наглядно видно по Армавиру. Несмотря, вот еще раз повторюсь, на пандемию, ограничения деятельности, доходы в консолидированный бюджет Краснодарского края по муниципальному образованию Армавир выросли на 7% пункта. Учитывая вызовы и достижения 2020-го, депутаты признали работу администрации и главы города за прошлый год удовлетворительное. Также обсудили проблемные вопросы и пути их решения. Многолетнюю работу Андрея Харченко на благо Армавира оценил и президент Российской Федерации, который удостоил главу города медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Награду городоначальнику вручил заместитель губернатора Кубани Игорь Галась. Инна Лепеткина, Евгений Холманский, Служба информации, телеканал А360 Армавир.